и всем здарова ребятки у микрофона как всегда свопы и я продолжаю играть на бесконечное лето мод под названием затерянный в восьмидесятых чуть не опять не оговорился в 90 хочу сказать ладно знаю почему не 90 идут на язык это слово лезет ладно ст первых на реки же подпишись на канал лайк прожми обязательно подписан живот против аппетита просмотрим и погнали так кстати говоря теперь вопросы по типу как же она будет готовить отпали она где-то раздобыла ухват надела на него кастрюлю содержимым это я уже читал так что погнали все что делала алиса оставшиеся полчаса так это задержала это приспособление и временами помешивала содержимое кастрюли заранее заготовленной огромной поварской ложкой нам осталось лишь ждать алису и трындеть ни о чем нет свою помощь мы предложили но она видимо решила показать какая она принципиальная и отказала в любом случае наши страдания растянулись еще на полчаса после приготовления блюд так нужно было подождать пока еда остынет теперь же к нашему разговору присоединилась еще алиса некоторое время все также говорили они о чем но на свой момент когда все примокли не зная о чем еще говорить я подумал что это шанс всем рассказать что мне приснилось что мне нужно сделать я им воспользовался некого пионера еще не упоминать ведь тогда они действительно успевают меня за сумасшедшего поэтому я так рано проснулся именно поэтому мне надо идти их спасать именно поэтому я попросил две порции посмотрите герой какой это вся история да это же хрен знает где тебе даже компас нет не то что карты собираешься идти туда один так тихо для начала у меня есть одна зацепка где искать в этом сне его окружен с новым лесом согласно это уже что-то но думаю да атака план какой у тебя уже есть было бы неплохо найти карту возможно и компасно без карты компас ни к чему если мне даже на кай на карту не удастся найти тогда мне придется искать самую высокую точку в этом городе и высматривать лес правда тогда мне пригодился бы бинокль о тебе как раз повезло что мы забрали с собой бинокль из кружка а сейчас пойду и заберу из комнаты так ты собираешься идти завтрака возьму с собой пару аптечек бинокль наверное можно на ремень повесить если он на ленте может тебе и будет это все легко нести но точно неудобно так рюкзак дайте рюкзака что ли нет поэтому с ним иду я заткнула ему рот женя причем в прямом смысле слова на своей ладони закрываем у рот смысле чего бы это подумай сам ты больше нужен шурику в том смысле что в минимум тут работает резервное питание а не основной ты сам не скажешь что ты нужнее здесь алиса единственная кто умеет нормально готовить у лена же просто будет мешаться под ногами эй ладно ты просто будешь мешать к тому же вряд ли те порада порадует долгие прогулки пользуются так что сиди здесь я же тут бесполезно дайте мне что-то поделать война хорошо иди больно ты кому-то нужна что ажаться сама что-то сказала сама захотела где вам заняться то и ты я поняла почему это шло и показал же не это чтобы она успокоилась хорошо алиса вот и решили а теперь есть вермишель с грибами ну ладно вроде лисички они хоть свежие не отрываемся максимум раз короче очищение желудка еще никогда никому не вредила она особенно просрочкой так вы сначала с вами попробуйте приготовить что-то нормальное из этих ингредиентов вы жалуетесь а что нет вариантов тушеные овощи тушеные овощи ну я их не умею готовить все риск разор разочаровались и я в их числе все тушеных овощей не отказался мы а и ладно ладно когда эти наши горе путешественники уйдут я обещаю поискать тут какую-то какую-то поварскую книгу ладно все таки это хотя бы что-то съестное так что спасибо алис после меня я благодарю каждый первый раз вижу чтобы алиса готовила и ни в одном моде этого не видел после завтрака мы же не вышли в коридор я тогда сейчас пойду к аптечкам и возьму парочку на всякий случай а ты пока направились к выходу ты же помнишь где находится это помню тебе карта и компас не понадобится чтобы найти его ой да хорошо и я не настолько глупый и невнимательный как тебе кажется уверен и за спиной давать на руку который все время держал за ней держал за ней а в ладони держал вам что кого как когда ну вот что и требовать доказать ты охладно все иду к выходу какие мы злые насмешно сказала она мне брюнеткой пошла в сторону выхода ежу противоположную спустя минут 10 я уже сложил два набора первой помощи в рюкзак который так удобно валялся на этом складе сказал бы спасибо вчера ведь его тут не было я тебя вот хоть как-то помогаю мой да иди ты нахер мразота хер ли ты меня посылаешь за тридцать земельных пять от волков когда сам можешь свои чудо магии что-нибудь намудрить и спасти их ну во первых мне нахер не сдались во вторых ты идиот если я тебе сюда переместил рюкзак то чему это уже значит это также умею убирать волков перемещать людей или как ты уже себе напридумал что их спасу ладно допустим но за чем тогда ты мне все это говорила делать тебе на них наплевать похоже тебе все-таки на одну хромом солнечном я ожидал чё ничего но раз уж ты спросил в каком-то смысле ты для меня очень значимый персонаж в каком смысле ну скажем так я появляюсь только в твоем разуме и ни в чем другом собственно познавать мир я могу только твоими глазами а ты чем подумал да так не о чем погоди если ты можешь видеть мир только от моего лица то как ты узнал что где-то хрен знает где фиг знает когда волки сожрут лену и мику еще одна способность херня полная согласен тогда ты же переживаешь за тех сучек знаешь ты уже ввесишь ты прям да вы ну вы поняли короче меня ты уже заколебал какой-то злой конфетку дать чтобы успокоился пошел нахрен крикнул я ему вышел из складовой с указаком аптечек ты тупой я в твоей голове и исчезать лишь когда сам захочу зараза иди нахрен ладно не буду тебя злить а то еще повесишься мне на зло так так как же ты у тебя даже физической оболочки нету ты еще хуже опарыша даже мимо полезнее тебя садись ненормальный хах ушел уже гнида да ладно тем только лучше и вот так вот в тихую ругаясь то ли на него то ли на себя за всех вместе взятых я продолжу идти к выходу я зашел в ту самую комнату с огромной вычислительной машиной где меня ждала положение если кто-то кричат не ты случаем кричал а да я тоже слышал это наверное шурик электроник опять что-то решает ну да возможно это красовых духе ладно мы будем выходить на поверхность погоди а ты что будешь аптечки нести а что не так вот как знала что будет принципиально захочешь нести все именно поэтому не взяла нам пайки с собой ты серьезно серьезно зачем иду с тобой тогда просто под руку маячить на уши нет если идти спасать кого-то то только помогая их спасать хотя я даже представления не имею как мы это будем делать ну за это что ли тоже надо спасибо сказать а за что еще за то что вы мне поверили есть я если честно думаю что вы посчитаете меня больным или еще чего хуже а разве это не так женя ладно ладно шучу я давай выходи уже отсюда ну хорошо хорошо женечка я услышал тебя неужели поверхность серьезно спускаться по тем ступенькам было куда проще чем подниматься по лицу вижу что недоволен больше спортом нужно заниматься чтобы не уставать тогда и жаловаться не будешь да я просто подумал вот у тебя есть бабушка или дедушка но есть и что вы по-твоему не спускались в это убежище через главный вход то есть но ты серьезно думаешь что главный вход будет вести в комнату с громадным механизмом который скорее всего один из самых важных объектов для этого убежища чтобы каждый мог случайно что-то нажать и услышать фразу внимание до самого уничтожения осталось 30 минут или как там говорят ну да скорее всего есть еще и основной вход просто мы его не нашли да я тоже подумал хорошо куда держим курс капитан капитан ну да что просто непривычно от тебя слышать сарказм почему это не привычно но не знаю просто и всегда оказалось мне застенчиво немножко с характером на основном застенчиво и так она запала на тебя да и когда я впервые увидел тебя ты поддерживала такой скромный образ и сидя на дна библиотеки мне казалось ты могла создать более серьезный образ и вряд ли была бы способна шутить с чего вдруг такая неожиданная смена в характере да кто бы говорил в смысле ты же в лагере был таким таким пофигистом прости за выражение просто другого слова не на подобрать ты наплевать с кейтой связи ко всем обязанностям вел себя в общем лишь ел и спал спал и ел все время недовольно закатывал глаза когда ольга дмитриевна давала какое-то задание ну во первых там никто не был довольны когда ольга дмитриевна подходил с очередным поручением так то да но ты в прямом смысле слова деградировал бы если бы не эти задания хорошо хорошо тогда объясни мне одну вещь откуда ты это знаешь что именно в первый же день как мы встретились сама сказала что не видела меня сначала смены и сама удивилась что я зашел в библиотеку лишь в конце последней недели как ты можешь знать что я делал всю неделю и как вел себя вел так я же со славей жила в домике она любится поговорить повторюсь я появился в этом лагере лишь в конце недели славя тоже не могла меня видеть я не знаю как это объяснить а ты постарайся но помнишь что я говорил что я также как ты уснула зимой в своем родном городе проснулась здесь но и у меня очень сильно ощущение дежавю только попав лагерь мне сразу все стало знакомо я знала каждого из своей группы словно видео их раньше и ты ты там был в воспоминаниях в общем те несчастные случаи в которых ты со мной общался в которых я тебя замечала я чуть не ленина изусь помню вот оно как как только я оказался в лагере у меня временами тоже при скакивают моменты по ощущениям которые я переживал а если честно то мне страшно за то что ну мы же хорошо жили все в этом лагере было более чем нормально даже несмотря на то что как последний конченый человек на этой земле пытался сбежать и мне страшно от не знания того чтобы же произошло такого что случилось вот это я разовы руками за все стороны и действительно куда не плюнь везде разруха мне тоже страшно не такое я ожидала увидеть приехал городок а самое главное что даже алиса и все остальные тоже ничего не помнят и нам даже и нам же даже неизвестно в каких масштабах это происходит в колоссальных масштабах вселенной до этого я даже не задумывалась об этом но вряд ли сможем сделать что-то только вдвоем если то что ты рассказал за завтраком правда то это должно дать хоть хотя бы какие-то ответы но я надеюсь ответы ответы как же задолбался искать эти ответы в предыдущих витках только вот тогда у меня был выбор а сейчас я обязан это сделать не могу их бросить это ведь и правда может дать нам многое к тому же больше количество человек не помешает для размножения ой ладно правда припасы быстрее начнут сокращаться нет надо по возможности спасать каждого адекватного выжившего ладно нам их еще найти надо неизвестно когда это все будет так что нужно спешить идем согласно куда надо подумать какие здания в городах выше всех я бы сказал что маяк не сомневаюсь что это портовой город может смотровая вышка это по твоему военный городок дофиг его знает даже если мы поймем куда идти мы же не найдем это службы спасения что что службы спасения они же созданы для того чтобы оберегать граждан и быстро пребывать любым угол уголок города у них наверняка должна быть карта местности точно и как я сам не додумался только для начала было бы неплохо и знать где она находится вот и очередное доказательство твоей невнимательности семён в смысле по пути на почте видео то ли поликлинику то ли больницу общем медицинское учреждение а значит карта местности должна быть дорога запомнила конечно даже не сомневайся за мной ну хорошо так мы и начали идти правда по пути таки встречались знакомые архитектуры даже не смотря на то что руины руины они в африке руины иногда же не правда можно позавидовать ее внимательно действительно впечатляет я считаю что и повезло о какая радость на идет чуть ли не на чуть ли не в припрыжку возможно даже не пивай какой-нибудь задорный мотивчик в голове какие там песни были популярны в ссср хотя лучше не вспоминать она целый день в голове только они и будут крутиться чё такое грустно идешь неожиданно меня спросила брюнетка да ничего просто просто так грустными не ходят а что мне с веселым ти что ли ну я же иду улыбнулась она в знак подтверждения ох ну и почему же что должна быть причина неужели нельзя просто радоваться жизни ага особенно когда повсюду руины случилось непонятная хрень возможно даже апокалипсис а вы последние выжившие точнее неизвестно сколько всего выжила какой-то пессимист все мы в том-то и дело мы выжили да неизвестно по какой причине но выжили а значит нам было дан шанс на новую жизнь или как там было написано да не знал бы я женю подумал бы что уже выпила хотя я и так не особо ее друг если он не заметил как остановился от этой мысли я почему я вообще в этом думаю все все в порядке да захотелось чихнуть а так и не чихнул идем дальше хорошо идем только ты по пути расскажи расскажешь причину которая на тебе сейчас лица нет ох и что это даст но может быть я родилась и прожила всю жизнь в глубинке но поверь там тоже нужны психологи ты хочешь стать психологом но на этом есть три основных пульса первый я не люблю интриги и было бы неплохо понимать о чем думают люди второй будучи психологом я научусь контролировать свои эмоции и третье отличать некоторых я осознаю свой характер и понимаю что ну какого-то обидеть еще статически согрешить другого слова просто не подобрать а таким вот образом помогая людям справиться со своими проблемами мне не будет мне так будет стыдно за свои поступки а тем и тем самым надеюсь скуплю свою вину я же надеюсь не я эти некоторые что они далеко не ты о вот мы здесь правда мы оказались перед небольшой больнице возле которой стояла машина скорой помощи какая-то она слишком новая что ли и что теперь попробую открыть машину скорее всего карта или что-то типа того должна находиться внутри но если получится придется вскрывать ты спрятил а что словно она кому-то понадобится зачем я брал лом тогда ну ладно давай подойдя к одиноко стоящему рафику я подергал за ручки к сожалению он был заверт тогда достал лом и пытался просунуть его в щель между корпусом и дверью водителя но монтировка постоянно выскальзывал оттуда ведет порядком 10 попыток я раздраженно скрипную ударил лом перпендикулярно стеклу входной двери стекло оказалось на удивление для советского союза крепким ходе на второй удар отозвалась трещиной ударив еще тройку раз по тому же месту внутрь и видно залетела множество осколков и сигнализация углушающаяся опила но не все равно никто не отзывается максимум пустота своей тишиной некоторые не хотя подождя пока эти вил вил закончится я вытащу заглушку из двери и нащупав ручку открыл я спрятав лом на место есть его в кабину я сейчас открою задние двери ты там можешь поищу что-нибудь цены ладно я верно если бы нас сейчас подслушивали то после этой фразы воспринялись загребителей словно есть у кого грабить ладно вроде бы это должна быть эта кнопка ошибка включилась еще более оглушающая сирена то я чуть не ленин мгновенно выключил ой нет то ладно это задние фары начали мигать а точно аварийка это неплохо с третьей попытки не думал работать водителем скорой помощи учитывая тот факт что я вообще не думал работать мне бы больше подошел фриланс чего а точно это воспитателем в детском садике работал бы посчитал что долго объяснять деревянской что такое фриланс и как бы я работал при счете так мужчина воспитатель а что если есть мужчина учитель почему не может быть учитель воспитатель и что тени стыдно то есть а за что должно быть стыдно за то что мужчина делает женскую работу а как же женщина на заводах ну не знаю ладно неважно полезла к я лучше искать что-то интересное в автомобиле ну и правильно сказал я и полез в сторону бардачка родом бардачок меня удивил чем именно своим отсутствием опустив в солнцесащитные стенки я там тоже ничего не обнаружил это по крику нашла который услышал сзади рискну предположить что же не удалось что-то найти поэтому я вышел из салона и зашел в операционный отдел что нашла карту нашла да ладно интересно в качестве доказательства брюнетка развернула ее на медицинские на медицинском столике и кто бы сомневался на этой карте нет ни названия улиц не шоссе не собственно город городка вы издеваетесь и это не вопрос это утверждение ну что теперь будет легче однозначно смотри вот значок хвойного леса оттуда мы пришли там находится лагерь во сне я не видел знакомых локаций следственно это не тот лес а теперь посмотри сюда указана север карты еще один хвойный лес значит это правда видимо да теперь нам надо поискать знакомые нам ориентиры чтобы суметь туда добраться вон смотри ну а на пальцы под синий квадратик с крестом посередине единственное на весь город верно а это тогда площадь думаю да хорошо тогда бери карту и пойдем ты же лучше меня разбираешься не так ли ой на ладно я бы все равно рано или поздно вытянул тебя из этого бункера на свежий воздух а тут как раз причина появилась не знаю сохраню на превью хуя там уж ребятки ребятусики прожимаете лайкосик под видео ой да ладно я бы все равно рано или поздно вытянуть из этого бункера да окей я прочитал чего ничего идем говорю эта фраза хоть и вела меня в заблуждение но больше значения не придавал но кстати да ничего тоже не обращаю сильно внимания такой точно это же флирт самый настоящий к тому же я и так уже понял что же не уже не свои тараканы в голове оставалось только понять чего именно хотят эти тараканы иначе они меня окончательно сведут с ума в скором времени тебя хотят они наконец-то сказал я когда мы подошли ко въезду в лес слушай а какого цвета было небо в твоем сне а не помню что ты же говорю что ближе к вечеру это все было и а ты глаза под ними небо уже желтеть начинает вот были на спешить ой вот вечно тебя подгонять надо кстати ты же так и не рассказал что именно ну что тебя тревожил тогда когда мы еще в больницу ушли вот были зачем же ты это вспомнил ну ну скажем так и до сих пор шоке от той прямой линейности во время вчерашнего вопроса кого просто но как-то спроси а нравится ли мне кто так ты из-за этой ерунды переживаешь ой семана шоу на свою голову из-за чего лимонами давиться то есть и тогда это в шутку сказала тут был бы очень уместен сарказм как жаль что я не умею быть саркастичный конечно я это спросила в шутку просто ради любопытства у меня же говорила что хочу стать психологом захотела проследить как ты отреагируешь на один простенький вопрос ахаха ладно что чё чё нет дело в чем-то в другом на тебе опять лица нет нормально у меня все было бы нормально не ответил бы так истерично потому что ты летишь в мою личную жизнь слышал что-то о личном пространстве да я и не заставляю не хочешь не говори и ты всерьез думаешь что это должно подействовать я так не думаю это на твое усмотрение хочет и говорится ты выговориться или нет ох ты же не понимаешь что ставишь меня безвыходное положение я тебе даже больше скажу на это и был расчет а как же это ладно ты хочешь значит меня тревожит да кроме того что я и так уже от тебя слышала я тут подумал в общем когда я размышлял на тему что коль мы общаемся уже довольно долго и чаще в основном друг с другом чем с кем-то еще там может ли мы назовем ох если бы я знал что сейчас произойдет неожиданно мне в лицо прилетел большой даже не понял чем на что здорово ударил меня в лицо семён что ты а только что я перед тем как хотел подняться даже через боль но в этот момент меня ударил еще раз и этот на этот раз в теме что и привело меня к отключке а кто меня ударил упали вот этот сильный удар конечно я знакомый голос словно с детства его знаю но нет это не моя мама а все тот же надоедливый пионер хоть бы тебя не пытали потому что тело мне еще нужно ты бы лучше надеяться на то чтобы я был жив если бы тебя убили я бы не смог сейчас появиться в твоем сознании ну хотя бы что-то радует как думаешь где ты проснешься было бы неплохо проснуться на том же месте в лесу было бы неплохо тебе проснуться в твоем времени по настоящем возрасте и в твоей квартире они хрени хрен пойми где в лесу к тому же я почти уверен что даже если ты проснешься в лесу жени рядом не окажется ой хрена греть лучше буди меня уже как да хоть пальцами щелкнув ты же сделал сегодня так чтобы я рано проснулся ладно просто подозрительно будешь что ты так рано проснулся после того как тебя прямо по темечку буди давай я резко открыл глаза спина неприятно чесалось и небо и деревья куда-то посползали повертив голове увидел что жени была точно в таком же положении нас тащил какой-то неизвестный знакомый плач с капюшоном кстати говоря да и ростом схожи в любом случае нужно себя как-то освободить и моя уже без того натертая спина в этом поможет а именно то из-за чего она так болит было сложно незаметно вывернуться и при этом достать лом нас чё льду доед какой-то оглушил какое же облегчение когда он находится в руке они давят спину хорошо теперь надо было действовать быстро когда левая нога неизвестного оказалась как можно ближе ко мне и зацепил за нее лом и риск и дернул назад результат не заставив себя долго ждать загарочный похититель не устоял плюхнулся на землю пока он еще находился в состоянии шока ярко щеткинув монтировку в сторону руками список его ладони таким образом обезвреживая нападавшего не давая ему выбраться ну и куда ты собрался нас тащить гнида а я семён это я очень знакомый гост но где я мог его сточить откуда ты меня знаешь сними ты капюшон я послушаю неуверенности но капюшоны сразу же глаза сразу же врезали слепляющее отражение солнца от золотистых волос которые переходили в шоке и длинные косы спрятаны под плащом это славя я угадал друзья я правда этот мод не проходила 1 я правда не проходил сами не было это славяна славя что как я увиделся далеко у вас пакеты в руках потому что вы бандиты мыс ты себя видела я поднялся его кстати девушки не знаю этот плащ издает обратное впечатление но откуда сейчас в этом пустом городе можно раздобыть еду если только не украсть и то верно но погоди как-то только знаю что произошло охнути коротко или подробно желательно подробно ладно в общем смена влаги закончились мы сели на автобус райцентр находимся дальше этого города как нам сказали ехать туда почти до позднего вечера так как мы уже были настроены на долгую поездку большинство пионеров уснули и я тоже разбудили меня крики и ничего не понимаю не понимала все тряслось все кувыркалась все падали друг на друга и угости отчетливо сшился страх еще глаза слепила словно произошла какая-то вспышка какой-то момент я потерял сознание это был кошмар ничего себе сожалею что тебе пришлось пережить такой ужас да спасибо в общем я очнулась голова болела но мне все-таки удалось подняться и все вокруг было в руинах и огне я смогу разглядеть перевернутый горевший автобус но вокруг не было ни одного человека даже хуже вокруг был сплошной туман было очень страшно и не знала куда идти но сидеть на месте сидеть тоже не вариант так что я пошла куда глаза глядят по дороге я кричала звала на помощь пыталась слышать хоть чей-то голос но в ответ только предательски слышу все свое эхо и вскоре я поняла почему город был полностью пустым это я сначала подумал что это какой-то город призрак но позже я начал узнавать очертания это город недалеко от которого выживет моя бабушка на этом моменте она располагалась прости если тебе тяжело об этом говорить то можешь не продолжать нет все в порядке я ведь не знаю что с ней случилось надеюсь что она жива ой в общем я сразу же испугалась побежала в сторону где должен был находиться ее загородный дом спустя несколько шагов я наткнулась на лежащую на земле мику и сразу же подбежала к ней начала все будить начало я будить сейчас она была живая очнулась правда у нее была слабость и самая тяна не могла пришлось ее вести при этом придерживая и тут я даже не знаю как это назвать в общем перед нами лежала лена мы договорили до нее и тоже могли теперь мы шли втроем и хоть я сильно переживала за бабушку сейчас основной задачей было не самой не самой добраться до ее дома а вместе с подругами я бы ненавидела себя если бы оставила их там вскоре мы на вышли на знакомую мне дорогу и примерно через полчаса вы дошли до загородного участка с жилыми домами подойдя к нужному дому я начала стучать по двери но она лишь чуть приоткрылась у меня тогда аж в сердце заколола я мига рванула внутрь дома забыв обо всем на свете и принес метаться по всем комнатам чтобы найти бабушку но ее нигде нет тогда я не выдержала и заплакала я лишь надеюсь я лишь надеюсь что она жива что она просто ушла до того пока не начался этот ужас хорошо что рядом были мику и лена которые меня поддержали в общем к вечеру мы обосновались нашли консерватор консервацию с вас в основном питались ей во дворе был топор и на кухне мы нашли множество коробок с печек так что на первые дни мы смогли растопить печь да и сейчас топим я смотрю у меня уже и же не очнулась вернувшись и увидел лежащую на земле брюнетку с другими глазами которые слушал нас а кстати говоря зачем ты напал на нас у меня ой у меня до сих пор голова болит от этого удара ох прошу прощения просто спутал вас с бандитами с бандитами ну а о чем я должна была подумать кто взрывом и пойдет напрямую через лес вместе с пакетами припасов которые скорее всего украдены при этом вы еще и грызетесь друг с другом те кто хочет выжить ага особенно мне понравилась часть где мы грыземся друг с другом сказали за то за что сразу же получил легкий монарху еще стороны спутницы так не надо не ссорьтесь ладно не будем ты лучше скажи а где теперь эти наши пакеты и рюкзак которые мы несли а я же забыла сказать лена и мику как раз были со мной в тот момент только после удара мы узнали и когда девочкам чтобы они взяли ваши вещи понесли в доме я хотела дотащить вас за ближайшего ручья свяжите чтобы вы очнулись но вы это сделали без моей помощи у меня просто какая-то девочка ну девушка ладно 17 18 лет тащит ровесницу и ровесника блин это даже если волочить по земле поскользко это сколько сил надо иметь а ну спасибо что хоть попыталась помочь женя нужны но я же извинилась пожалуйста прости меня мне очень стыдно я я вообще хотел предложить вам переночевать в нашем домике так как уже и стемнеет скоро подождите перебивая их вовремя вспомнил увидев розовое небо на горизонте лене вику создано отправились домой ну да что они отца немедленно веди нас к своему дому ладно развернулась она не нашла быстро идти а что случилось не сейчас надо спешить даже не спешите обижать славе быстрее быстрее славичка быстрее красивый домик блин на превьюху можно по саспекту это взять реально через десяток минут мы втроем прибежали в какой-то какой-то дачи а еще через пару минут к дому бабушки славе неплохой такой домик микулина это я славя закрыли получите силуэт через несколько секунд дверь открылась в проеме стояла мику в ком-то спортивном костюме сандалек из лагеря славя ты семён женя набросила на нас начал обнимать так сложно задушить сейчас я знала я верила в то что есть еще кто-то живой кроме нас и это оказалось правдой как хорошо что мы нашли вас в лесу я так рада очень рада вот и она типичная века всей своей красе от таратори только так успокойся мику ты только больше напрягаешь наших гостей они же хотят отдохнуть я уже боюсь представить реакцию мику когда узнать что еще живу ли она рис электроник шурик что очень запищала японка так а где же они почему не с вами они остались в каком-то странном бункере который мы нашли так они тоже живы почему же вы мне не сказали не собираюсь она не успел да ничего же на чего же вы на улице стоять это уже сон садится скорее в дом и брат на смену вечернего желтого разума небу пришло ночное серое сон сине серо-сине естественно начало холодать и мы поспешили зайти внутрь давайте сюда вау красиво и мы вошли на кухню я тут что новый на такой знакомый тихий застенчивый голосок ой-ой-ой-ой еленочка чего же ты это сама давай 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 уф вот так века подбежала к ней помогла достать огромную кастрюлю из печи ай-яй-яй уф горячий вы уже сварили ага уже готова хорошо теперь владения развернулась к нам сегодня у нас на ужин будет чистый овощной суп и не против ну я понимаю почему чистый овощной так как пока мы сюда добирались и даже ни одной курицы не увидела но откуда вы взяли свежих овощей какие-то с огорода бабушки какие-то с чужих городов огородов сомневаюсь что эти овощи уже кому-то пригодятся ладно вы садитесь за столом мы сейчас еще кое-что принесем кстати женя тоже знаешь немецкий ну да что отлично да поможешь мне отлично да поможешь мне помочь там у таблеток инструкция только на немецком не могу понять для чего они хорошо давай шпрохэнзи дойч и шпроха дойч майна фройнда славя микку и женя ушли оставив меня на кухне на и не с леной она была одета вовсе во всю ту же пионерскую форму на мое удивление девушка начал расставлять посуду и приборы по столу не холодно не так удивилась как испугалась лена дернувшись от неожиданности спрашиваю не холодно ходить в такой легкой одежде ночью деревенском тахалате деревенской то хате что я несу так отапливается же но все равно довольно прохладно неужели тут не нашлось теплых вещей так вот костюм у микку или плащ славе да я просто более закаленная что ли не куть приехала сюда с японии небось всю жизнь на пляже на пляже как и не жилось вот и оказалась неподготовленной к северному советскому климату будет закаленная и горячая девушка а славя ну у нее были причины поменять одежду так как она была порвана в некоторых местах а почему ты не знаю как она дошла меня вместе с мейку валяющийся на дороге без сознания и когда меня разбудили помогли встать и дойти до сюда и по пути я заметил что одежда славе порвана порваны говоришь от случаям никаких бандитов не видел бандитов ну может быть просто подозрительных людей я не знаю нет не видел а что случилось ее тон голос тряска как трясся как бешеный от страха можно было подумать что она что-то скрывает так это было очень подозрительно но это если бы я не знал лену а ведь она совсем так со всеми так общается забавно давно то что я знаю что она со всеми так общается хотя по факту вижу первый раз да и она меня тоже лена уже все готово сказала неожиданно вошедшая славя с остальными да прости я тут лена начала быстро раскладывать приборы в каждой миске каждой миске наш разговор немного отвлек ее так что она даже не нашла что сейчас ответить талантин не волнуйся ничего страшного не произошло все равно суп еще горячий так что пока он остынет все садись я налью каждому может я могу как-то помочь не уверенно начал я не смей все сидите наш гость ой спасибо большое через пару минуток уже в каждом миске был разлить суп который представлял из себя светло-зеленую полупрозрачную жидкость в которой были мелко нарезанный морковь картошка и листья капусты пока ствол наш ужин девушки зажгли свечи чтобы было не так темно вернули наши пакеты и рюкзак а также мы с жене рассказали что с нами произошло за эти четыре дня и предложили славе мику лени отправиться на рассвети в этот бункер вместе с нами поздрав порадовала то что через пару минут разрушение согласились это странно кстати двумя не согласятся просто этот дом такой прям уютный после мы молча поужинали ладно уже наступает ночь встала из-за стола славе обратилась ко мне с брюнеткой пойдем я покажу где вы спать будете мы поблагодарили левушу которые приготовили суп пошли за славе мы вместе что ли спать будем чё серьёзно она отвела нас на второй этаж который к моему удивлению был завела комнату с горящими сране свечами указала на двухместную кровать это какой-то романтик рум если честно романтик атмосфе что я не буду с ним спать ну я могу с ним спать что что простите слушайте пацаны мне этот мод уже начинает нравиться если честно конечно все понимаю ну такого от славе типа ну ну я могу с ним спать вот такая меня и женю отводят в комнату со свечами где двухспальная кровать такая ну вот здесь вы будете спать жена такая я не буду с ним спать три восклицательных знака славя такая ну я могу с ним спать три точки через каждое сладосочетание я только ни хренаси вот это да блин нет я в общем хорошо я с ним недовольна думаю же не поправляю очки хорошо это вам уже постели а вы сейчас будете ложиться я да ну я тогда еще немного прогуляюсь куда прогуляюсь ночь на дворе повысила меня тон славы как бабушка на внука да я в смысле по-новому просто похожу и посмотрю что здесь так как обустроено а ладно если что я на кухне спокойно ночь что за бред я не знаю рабочке ничего у меня не могли проломать ну я с ним буду спать ладно я с ним буду спать что за бред улыбнулась девушка напоследок прежде чем развернуться и спуститься спокойно ночь же не закрыла дверь оставив меня одного в коридоре поведение славе мне показалось довольно подозрительным нас я никогда так не вела просто реально тихо спустившись по ступенькам я присел на последний так чтобы чуть высунув из-за стены голову смог бы увидеть кухню свечи еще горели я смог увидеть что славе что-то достает из шкафчиков из шкафчиков и что-то ставит рядом а что-то кладет в пакеты которые тут раньше не стояли наверно собирается к походу все необходимое берет но одно я знал точно это была еда я не видел какая именно но точно еда ну фрукты и овощи на счетом еще можно консервы если есть в тот момент я подумал что это она собирает еду в дорогу бункер он до конца сомневался прямо сейчас выйти к ней спросить а и впадула завтра могу знать собираясь подняться назад я понял поднял голову и увидел лену спящую на диване что-то стоял притык к стене под окном поднявшись на второй этаж я вижу еще одна дверь слегка приоткрыта а так и манил взойти внутрь при этом я понимал что там может находиться микуна на этом и был расчет именно с ехать я хотела сейчас поговорить я подошел к ее двери и постучал то есть она услышит а не так как женя а водите послышишься по ту сторону знакомый голос девушки после чего я вошел в комнату и прикрыл дверь блин прикольная музыка просто обалденная в комнате были пара свечей так что было не сильно темно а 7 назад и какими судьбами привет мику не разбудил нет я пока только готовилась спать закончила на поправлять в ролях такую же двухместную кровать и сев на нее постучал по противоположной стороне ладони приглашаю посетить что я и сделал так что ты вдруг зашел ну в общем сам не рассказала просто тут оказались я поняла ты зашел ко мне чтобы за счет видео я так вот в общем мику подожди не вперед паровоза слов не рассказал что-то или она тоже не знаете толком что произошло у меня тут просто вопрос возник когда тебя нашла славя она блоге ты в пионерскую форму до пионерская форма такая же пионерская форма какую выдавали абсолютно каждой девочки в лагере только вот мне почему-то дали черные чулочки вместо белых а еще но черные неплохо смотрятся все я понял погоди а почему с вами сейчас ходит в этом устрашающем плаще они в пионерской форме ой да плащ правда страшная жуть прямо как какой-то культист или что такое точно прямо таки нагоняет страх мику ой прости да что я заболталась ну на самом деле я бы тоже одевал хотя бы такую одежду если бы со мной такое случилось ой такой ужас я до сих пор шоке что такое произошло со славей с моей подругой так что же произошло то ох если коротко то когда славя нашла меня без сознания она подбежала ко мне и разбудила меня я начал потихоньку вставать на окончательная очнулась когда услышал что она заряжала резко вскочил и увидел страшную картину и сходил куда неизвестно и начал рвать ее одежду даже если на то что славя постоянно вырвалась вырвалась из его рук она все же все равно хватало и продолжал рвать рубашку и хоть повсюду и был туманно было понятно что это был именно парень скорее всего именно под поэтому тогда в лесу на тебя напала славя ооо прости я я не знал вот именно ты не знал так что не извиняйся извиняться нужно за то что ты делал осознанно и знаю все подробности да но все же как же вы вырвались то а повезло что я лежал в обломков дома я захотел бы лишь обломок и но в того неизвестного вроде бы попал в спину в любом случае он отпустил славе и сам упал в этот момент из-за угла выбежала девушка как она выглядела я не помню только силу это увидела вот я ее и испугалась это скачет за пригорок пригорок из обломков и правильно сделал когда это ненормально скачет нас хоть его славя за руку замахнуть откинулась и окинула откинула откинула стену здания у меня внутри все жалость я хотела помочь подруге но очень сильно боялась то что я осталась сидеть в укрытии и как только славя упала на землю то незнакомых начало понимать до нашего исламе ты что творишь уводила ее в глубь тумана на самом деле ее фраза была чуть дольше с матами на смысл тот же когда они уже отошли довольно далеко я вылезла из укрытия и подбежала к славе она вся была синяка в порой на одежде но даже на это она все равно смогла встать сама даже без моей помощи при этом еще умудрялась придерживать слабую меня я не перестаю удивляться теперь я понимаю почему ольга дмитриевна ее назначила помощницей воу я сочувствую что тебе пришлось пережить такое славяне тоже в любом случае это было очень смело с твоей стороны кинуть камень в того мудока согласно это послужишь со стороны двери голос слави это правда было смело я тебе тогда не благодарил а так что спасибо темику что защитила тогда меня от этого незнакомца ой славяя славяя не хотела рассказывать правда просто я извини меня пожалуйста 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 мигу все в порядке успокойся ничего страшного от того что это рассказала они я не произошло точно да точно давайте хамиривай свой пыл и спать ложись это же сейчас лягом семян ты не против да я думаю это же пора ложить спокойно чем и тебе же не спокойно ночи крикнул на поселка радостная мику прежде чем я закрыл двери в коку в комнату что ж может быть я и вправду зрячит считаю слави подозрительной да нет тут мне подозрительно лично мику вроде она такая же как обычно женя дужение либо она тоже к это странная подозри подозревать ее можно в чем-то тоже подозрительная вот либо она запала просто нас вот алиса ульяна и там остались не обычный электроник шурик обычные микку обычная лена обычная вот славя она странно ведется с кухни уже не светила от слова совсем из-за чего весь дом наполнился тьмой лицо с помощью лишь с помощью лунного света что прорезался через окно я смог различить силуэт двери в мою зажение комнату открыв ее и удивился что свечи еще горят а женя стенит с том что пишет ручкой на листе бумаги правда как только она меня услышала то сразу начало все прятать уже вернулся да мне все-таки показали что уже показалось что уже поздно да и завтра нам будет надо будет быстро собираться чтобы вернуться и ты и ты что-то пишешь нет ничего можно посмотреть что нет конечно из чего захотел из-за тебя я сплю с тобой на одной кровати из-за меня в смысле смысле за меня из-за тебя я пошел с тобой к этому дома зачем ты вообще решил их искать хочется что лучше бы мы их не искали время прочитала что-то невнятное что спать ложись говорю ой ладно ладно ну и так же не да как всегда со странностями какими-то то и так не так то и так что я подошел к левой стороне кровати усился чтобы снять его 10 секунд хватило чтобы завершить 10 так что я просто лег на край на перьевую подушку укрылся жестким упален а теперь я сомневаюсь что хорошо что я попал этот мир через пару минут брюнетка задула свечи и села на правую сторону кровати и повторила все действия совершенно и мною правда легла на спиной ко мне составляет ну вы поняли что видимо на все таки недовольна хотя это дамо вечно чем-то недовольна но тем не менее мне не мешало бы движение я спи перебила меня брюнет камень не меняй пузырь но я я сказала спи даже нет ты меня можешь выслушать нет ох тогда хотя бы не перебивай мне нужно выговориться ладно говори что хочешь только недолго ну в общем прости меня я не промолчал так думаю что она меня просит за то что она видимо мне придется дальше продолжить свою речь прости меня за то что я тогда так напугал тебя в библиотеке я правда просто хотел разбудить тебя и случайно упал к тебе просто мне тогда правда было страшно и испугался мне показалось что я остался один в этом мире и первой же моей целью было найти хоть кого-то ты не представляешь как я обрадовался когда нашел тебя да я понимаю что доставил кучу проблем за это время ведь я я и сам по себе знаю как иногда невероятно сложно терпеть меня так что одновременно и спасибо тебе и прости за то что ты терпишь меня и за все остальное спокойно ночью тысячу раз то время когда я заговорил эту речь и успел усомниться в сказанном но я должен был это сказать так как это было правдой в любом случае же не подал никакой реакции скорее всего уже уснула так что я тоже развернулся к ней спиной и буквально спустя не меньше минуты тишины и почувствовал что кого-то легко подрагивается со стороны девушка девушки слышал какой-то звук из чего не понял что он значит но он был похож на небольшой смешок и смешно отсказано мной ес бы не ашо я пято вось вибы шептала она хотя и не забрал слова но узнал эту интонацию это не смешок это тихие или слышно и восхлипы продолжение следует а типа это это типа всего я прошел но вообще вот на обложке моды этого мы тут же не стоим типа серьезно блин так тут еще можно столько расписать этот мод очень большим сделать его еще часа 3 спокойно 5 можно написать ладно друзья похуже это финал ну а я не помню он законченный или нет этот мод еще одну секунду чем я выключаю я про сейчас выйду зайду в приложение в одну так где она где же этот как загрузчик а вот так вот и посмотрю так а ну да друзья вот затеянный 80-х вот он мод я сейчас вожу пальцем посередине короче и в разработке он получается 224 мегабайта он весит в разработке еще блин а что его долго девят уже двадцать первом году его в середине чуть побольше середины девятого месяца сделали уже почти двадцать третий год сейчас двадцать второй год на дворе и сейчас двенадцатый месяц 18 число жесть ну ладно друзья на этой ноте мы будем прощаться вертикальном таком него горизонтальном видосе вот так что с вами был всем плей проходил я мод затерянный 80-х и я его прошел друзья вот 10 из 10 ему ставлю потому что мне он понравился вот так что с вами был всем плей подписывайтесь на канал вот эти все зелененькие моды у меня все на канале есть я их все проходил заходите в плейлист пбл очки вот будем если следующий какой-нибудь новый проходить я не знаю ну то есть нет я скорее все не все вроде проходил у меня тут еще есть я наперед скачу вот так что всем спасибо за просмотр всем пока друзья и хорошее настроение всем пока пока